Всем привет, друзья! Это ваш самый любимый цирковой влог в ютубе Чернов Креэйшн ТВ. Ну, правда, у меня сейчас кофта без ТВ, но вы все поняли. Ребята, после небольшого перерыва я отдохнул, я зарядился энергией, и я готов начинать новый сезон влогов. Друзья, совпадение это или не думаю, я вернулся в Омск спустя год к воздушным эквилибристам, плотниковым, чтобы переделывать номер. Ребята, как вы видите, зритель собирается на представление, так что мы сейчас пойдем смотреть представление, посмотрим ребят, и после этого будем репетировать. Так что погнали! Как тебе Омский цирк? Мне нравится. Все, мы посмотрели представление. Ребята, вместе со мной в Омск прилетела моя команда, моя звездная команда креативщиков. Это Анна Володько, помощник режиссера и главный хореограф компании Чернов Креэйшн Павел Ефремов. Пожалуйста, ребята, прокомментируйте пару слов о представлении. В каком состоянии сейчас находится номер воздушных эквилибристов плотниковых? Они молодцы, стараются. Новые трюки, новые... Павел, ваш комментарий. Надо работать, ребята. Надо работать. А вот, ребята, к нам и идет руководитель номера Владимир Плотников. Здорово, Вова. Я выжил, я за этот год и выжил. Привет. Он выжил? Он настолько выжил, что набрал лишних 20 килограмм. Ну, рассказывай, как дела? Отлично вообще. Как у тебя это проходит гастроли в Омске? Шикарно. Год назад шикарно прошло и сейчас новый уровень, все четко. Как этот год для тебя прошел по сравнению с прошлого? Ну, шикарный просто. Много чего нового? Ну, да. Много чего интересного? Ну, в плане работы. Мы поработали на таких площадках, которые мы бы, ну, если бы не от себя, мы бы не поработали. Ну что, мы сейчас едем кушать и после этого начинаем заниматься креативом. Ну, здрасте. Привет. Здорово. Здорово. Вован, здорово. Привет, привет, привет. А это у Ульяна. О, оп, оп, не получилось в этот раз. Привет. Спасибо, ясно. Привет. Аня, да? Да, Аня. Это вот Аня, новая партнерша у плотника. Как тебя не обижают? Нормально? Нет, все отлично. Ну, слава богу, это просто не начали. Вот это интересно, он не показал. Еще просто не начали тебя обижать всему свое время. Ребят, представлю вам, это Паша, хореограф. Так и я его уговорил приехать к вам в Омск. Это был маленький шанс, я его просто выстрадал, умолял, чтобы он приехал, он приехал в Омск. Так что в этот раз я буду просто сидеть, а он будет все делать. Ну, как обычно. Поскольку уже номер совершенно очень сильно сократился и в номере уже практически не осталось трюков, приходится придумывать, ну, очень много танцев, чтобы хоть как-то удлинить номер. И номер будет выезжать на сексуальности девочек. И потом им надо развернуться и подойти к лестницам, чтобы пацаны к ним подошли туда, их взяли на руки и засадили на лестницу. У нас там один был за саду. Молодцы! Молодцы! В Омск! В Омск! Буквально за неделю ее уже ввели в номер, она делает почти все трюки. Это можно сказать Вове повезло с новой партнершей. Она быстро схватывает, но это еще и зависит от тренера. Видимо, у Вова тоже очень хороший тренер. А несмотря на то, что еще и мы с Пашей приехали сюда переделывать номер, времени категорически не хватает на все и на репетиции новых трюков и на новую хореографию, потому что номер, структурно номер поменялся. И им осталось работать всего 4 представления. И после этого ребята уезжают в Минск на фестиваль. А вы представляете, что такое фестиваль? Это нервы, а особенно когда пришла новая партнерша и ребята в экстренном ритме добавляют еще и новые усложненные трюки. Для ребят это уже не в новинку, потому что ребята уже участвовали на фестивале, но все равно каждый фестиваль это нервы, это волнение. И чувствую, придется мне еще понервничать и поволноваться в Минске на фестивале. Я приехал в Омск и озадачил Вову, сказал, чтобы они усилили финальный трюк с новой партнершей под фестиваль. И Аня сделала капштейн на фестивале. Ранее этот трюк исполняли мужики, ребята, его партнеры мужики. Я ему сказал, что если этот трюк исполнит в Минске девушка, это будет сверх круто. И сейчас ребята пробуют этот трюк первый раз. Павел. Как вам ребята? Вы первый раз с ними сейчас познакомились в Омске? Мне ребята нравятся. С ними очень легко. Они очень комфортные. Вова молодец. У него такая приятная, добрая энергетика. И это немаловажно. Он создает правильную атмосферу, на мой взгляд, в коллективе вообще. Хороший руководитель. Несмотря на то, что он, вот когда я приехал сюда в Омск ровно год назад, он только тогда принял себе руководство номера. То есть, можно сказать, ровно год, как он руководитель. Грамотно все руководит? Грамотно руководит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Будет только лучше, конечно. Будем надеяться. Будем очень надеяться на это. Как у тебя впечатление о жанре? Ты этот номер видел по видео. Я тебе показывал видео этого номера. И ты приехал сюда, посмотрел? Два абсолютно разных впечатления. То есть, то, что по видео и то, что живьем. То есть, первый раз, когда увидел, когда мы сидели в зале на представлении. То есть, там уже совершенно все по-другому. Здесь все складывается и ощущается. Но здесь в репетиции, конечно, когда ребята пошли сейчас в трюки. То есть, это первый раз за три дня наших репетиционных. Это, конечно, все. Это страшно, ребята. Это страшно, капец. Мне очень страшно. Я переживаю за них. Начал переживать за них, все, да? Так как я целый год за них переживал. Теперь будем разделять эти переживания с тобой. Ну, давайте посмотрим. Буду сейчас еще раз перши репетировать. Все лишь первый день репетиций нового трюка. Продолжение следует... Камрон, ну ты пассируешь. Есть! Фу, получилось. Молодцы. Скажите пару комментариев. Ну, как вам, ребята? Отлично все. Ребята просто молодцы. За один месяц такого достичь. Да? Таланты? Таланты? Самородки. Самородки, да. Ну, вы... Я говорю, прогрессовый что-то... Ну, стойку. Да, ну, Капштейн сегодня первый раз делал. Ну, пока с руками. Ну, да. Ну, отпустит. Отпустит. К январю. Я начинаю давить. Я начинаю давить. Я начинаю давить. Уже, чем можно сказать, через год. Ты не жалеешь? Я не жалею. Конечно, не жалею. Ни в коем случае. Но это очень тяжело. Это действительно зависит много от человека. Я не знаю. Ну, а помимо от человека, когда это групповой номер, это зависит от... У меня, в моем случае, от шестерых человек. Сохранить номер групповой, когда ты не находишься в государственной структуре, это очень тяжело. Поэтому я говорю, это наш номер. Наш с тобой, с партнерами. Нельзя сказать, что он мой. Я руководитель, да, именно номера. Всегда, когда я говорю, Дима позвонил, сказал, делаем так. Для меня ты старше, я для них что-то сказал, они не делают так. Это очень тяжело, поэтому спасибо всем. Это наш номер. Да, одна большая семья. Ну, это, естественно, да, так. По-другому никак. Мы не сможем существовать отдельно. Я не смогу уйти от тебя там. Это никак не получится. Я уже понял, что все, я связался с тобой обреченно и связался с тобой пожизненно. Слушай, ну, дальше вы едете на международный фестиваль в Минск. Потом вы едете на гастроли в Будапешт. У вас начинается заграничный тур. Потом у вас фестиваль в Будапеште. Какие у тебя ожидания? Ты едешь, можно сказать, первый раз на гастроли со своим номером. Доехать на моей машине в Будапешт. Нет, машина, слава богу, нормальная сейчас. Что я ожидаю? Я никогда, мы никогда не работали. Мне Мурат сказал, Абдулаев, что мы будем работать из 70-60 дней, в которых большинство будет, ну, получается, в неделю. Мы работаем 6 дней и 3 дня по одному, по 2 и по 3, там, 2 дня. Ну, в общем, для нас это будет испытание. Ну, да, испытание. Потому что мы здесь, например, работаем один раз в день, и ты думаешь, перш, вот ты, если с первого раза не перелетишь, ну, как бы, ну, со второго, с третьего, а там 3 подряд представления. Ну, конечно, вот, там это со временем все решится, а так... Зато будет хорошая обкатка. Ой, обкатка будет шикарная. И если здесь есть моменты, когда ты получил травму, и у тебя такой, блин, 2-3 дня выходных, а там такого не будет. Поэтому это, а для группового номера, и если один нижний, один верхний, это, это очень, я не знаю, как это сказать, это очень тяжело. Потому что, если даже ты получил травму, ты все равно должен работать. Я очень надеюсь, что мы разрушим эту традицию встречаться в Омске ежегодно. Вот, надеюсь, через год мы с тобой встретимся в каком-нибудь уже другом месте, и также с тобой поговорим. Но уже встретимся не для того, чтобы менять номер, а для того, чтобы у тебя уже долгие-долгие годы номер работал уже в этом составе. Вот, и чтобы мы с тобой просто встретились, выпили кофеек и посмеялись, как было весело. Это было предыдущие два года, когда мы встречались в Омске и переделывали постановки. Вот, поэтому желаю тебе и твоему номеру искренне, и как режиссер, и как, можно сказать, друг. А мы с тобой уже год крепко дружим. Вот, и чтобы, дай бог, чтобы у тебя в этом же составе работал номер, развивался. Чтобы вы, наконец-то, сделали эфирку, и чтобы вы всегда были при работе, и также у вас сохранялась внутри номера такая добрая семейная атмосфера. Так что давай. Ты в Сима. Ты красава! Ну, во-первых, спасибо большое за ваши труды, что вытерпели нас с Пашей. И, честно признаюсь вам, я когда сюда ехал, думал, ну так чуть-чуть подправим номерок, а тут получилось так, что кардинально полностью изменили номер. Вот, и еще раз спасибо Паше, что приехал. Спасибо вам большое. Я его очень долго уговаривал. А вот, спасибо вам большое, ребят. Очень, что хочу сказать, удачи вам с трюками. Надеюсь, у вас все получится. И до встречи в Минске, на фестиваль. Удачи! Я сейчас закрываю ладошкой и оказываюсь в Якутске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!